Всем здорова! В общем, сегодня видео будет о том, как избавиться от грибов на деревьях. Самый простой легкий способ. В общем, чаще всего они появляются на растрескивание коры. То есть, если, допустим, вы не успели весной вовремя побелить, идет резкие перепады температур, ночью холодно, днем очень жарко, от этого кора растрескивается. Либо неправильные спил ветки. Ну, очень много причин, и будем углубляться. В общем, сейчас данное видео именно об устранении. Значит, что нам потребуется для того, чтобы устранить грибок на дереве, в рубаве, раз и навсегда. Обычно это проявляется ближе к лету. То есть, сейчас у нас конец июня, и вот до конца августа, если вы, точнее, не до конца, до начала августа, желательно успеть это сделать. Потому что в августе гриб начнет распространять свои споры, и он может заразить остальные деревья. Значит, первым делом нам нужно очень тщательно срезать гриб. То есть, для этого нам потребуется острый садовый нож. Я свой где-то задевал. Я возьму вот обычный кухонный нож, но острый. Сразу повторюсь, заточите его, для того, чтобы как можно меньше нанести вред дереву. И под них сложим, допустим, какую-то газетку, либо пакет, для того, чтобы эти грибы падали именно туда. Мы их потом соберем и сожжем, чтобы их не споры не распространялись нигде в дальнейшем. Ни по саду, нигде. То есть, сейчас наше дело очень тщательно и хорошо срезать эти грибы. Срезаем вплоть до чистого дерева, то есть, где-то до коры, где-то можно дойти до ствола. Очень главное убрать вот этот очаг, именно заражение. Вот таким вот образом. Он как бы отковыривается, но потом нужно все это дело еще тщательно зачистить. Все мы таким образом, сейчас я тщательно зачищу, покажу, что мы будем делать дальше. Так, ребят, вот я срезал, вот так вот, видите, все зачистил, вычистил, срезал вплоть до коры, до ствола, грубо говоря. Ну, не надо бояться, это нормально. Вот такое вот количество грибка, вот видите, аккуратненько все на веточку. Сейчас мы это все дело свернем и потом это все сожжем. Теперь, дальше, для того, чтобы обработать наши зараженные участки, нам потребуется либо медный, либо железный купорос. У меня в наличии был железный, поэтому буду использовать его. Значит, пропорция на следующее, на 1 литр воды мы добавляем 30 грамм того либо иного средства. Все это сейчас тщательно размещаем. Буду обрабатывать я в 2 этапа, то есть, а то даже в 3, хуже от этого не будет. Вы смотрите, там, ну, то есть, на пол-литра можете сделать 15 грамм, этого будет достаточно. Можно это делать пульвизатором. Я возьму обычную щетку и вот таким вот образом, сейчас мы это делаем, все хорошенечко промажем. Я промажу и весь низ ствола рядом, для того, чтобы если где-то споры пытались распространиться, чтобы их тоже убить. И далее ждем высыхания и повторяем эту процедуру еще раз. То есть, сейчас лето, жарко, буквально там промазали, через час пришли еще раз промазали. Далее покажу, что будем делать. Итак, ребят, ну что, провел я обработку 2 раза. У нас тут поднялся сильный ветер. Вот видите, где были грибки более темные, пятна. И сейчас будем использовать вот такой вот обычный самый садовый вар. Его нужно взять в руку и немножко вот так разогреть. И он сейчас от температуры тела будет такой, ну, типа солидола. И этим все хорошо замазываем. Если у кого-то грибок на срезе, дерево, допустим, можно сделать болтушку из цемента и песка в пропорции один к одному и сделать такой, где, с той сметаной. Сейчас хорошо разогреем. И все это дело промажем. После этого уже здесь грибка не будет 100%. Я буду наносить более глубокий, такой потолше свой, точнее, не глубокий. У нас тут поднялся ветер. И вот таким вот образом. Все. То есть, видите, очень простой способ. Ничего сложного нет. И вот таким вот образом мы защищаем наши деревья. Так что, ребята, такое видео может кому было полезно всегда, пожалуйста. Вопросы, как обычно, в комментариях. Все, ребята. Всем счастливо. Пока.